Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Наксон. Закончился 235-й день войны, идет 236-й. Российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех регионах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм. В частности, в Киеве было зафиксировано пять ударов беспилотников, были повреждены энергетические объекты и жилой дом. Агрессор также нанес ракетные удары по критически важным объектам инфраструктуры в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки, написал он. Между тем, ВСУ продолжает свое контрнаступление на востоке Украины и уже находится ближе 20 километров к Сватово, к этой стратегически важной узловой железнодрожной станции. А тем временем уголовники Вагнера отчаянно атакуют Бахмут, но их движение на запад почти не видно, они говорят, что взяли какие-то деревни. Но это как в известном анекдоте. И вы говорите. По картам этого пока не видно. Несмотря на некоторое затище на херсонском направлении, очень авторитетная британская газета Financial Times выдала тут собственный инсайт, состоящий в том, что будто бы россияне в скором времени покинут Херсон и вообще правый берег Днепра, ибо им его не удержать. Итак, сегодня в нашей программе «Ход войны в Украине». В Херсонской области продолжаются жесточенные бои, но перевес сил обороны Украины становится все нагляднее. Как заявила позавчера заместитель министра обороны Анна Малер, соотношение потерь Украины и России в этом регионе составляет 1 к 6,5. Об этом она пишет в своем фейсбуке с ссылкой на командующего группы Юг Андрея Ковальчука. Малер также добавила, что критический придел соотношение потерь 1 к 8, после чего армия противника начнет психологически сыпаться. Она также отметила, что оккупанты в достаточно сложной ситуации на юге, но еще рано расслабляться. Нужно собрать всю нашу силу и выдавливать российскую армию с нашей земли, завершила Малер. В этих условиях вероятный акт доброй воли с российской стороны, наподобие того, что происходило в конце марта, вполне возможен. Потому что после того, как почти все переправы через Днепр были либо разрушены, либо оказались под огневым контролем ВСУ, перспективы правобережной группировки россиян стали очень мрачными. Наступление на Одессу, Николаев и Кривой Рог уже с этого плацдарма размернуть не получится. А просто так там стоять и нести потери бессмысленно с военной точки зрения и является очевидным распылением сил и средств. Но. И это, наверное, очень большое но. Но с политической точки зрения это будет очередная путинская катастрофа и удар по его образу крутого парня. Мачо. Который никогда не отступает и всех побеждает. Видимо, именно поэтому Путин пошел навстречу пожеланиям российского генштаба и заткнул рот наиболее ретивым российским военным блогерам, так называемым военкорам, которые нещадно критиковали российских полководцев за бездарность и отступление под Харьковом и Херсоном. Поскольку нет-нет, да и Путин доставалось от них за нерешительность и мягкотелось, то он, ожидая, видимо, что под Херсоном, да и под Сватово, поводов для его критики вскоре будет больше, чем достаточно, решил заблаговеренно нейтрализовать наиболее популярных блогеров ура-патриотического толка и генпрокуратура. Ах, какая неожиданность! По ходатайству лично генерала Герасима начала расследование на предмет фейков об армии в отношении верных трубадуров российского милитаризма, таких как Игорь Гиркин, Юрий Подоляко, вор Гонзо, это трясущий бородой Семен Пегов, Владлен Татарский, Сергей Мордан, Игорь Дмитриев, телеграм-канал Рыбарь, кстати, он публиковал очень приличную карту военных действий, Грейзон и Кристина Потупчик. Ну а Гиркин совсем неспроста идет первым в этом списке. Он не только человек в слово, он еще и человек в дело, в отличие от большинства. 20 ноября 2014 года Проханов публиковал интервью Гиркина в своем боевом листке «Завтра». Вот что ответил Гиркин на один из вопросов Проханова. Цитирую. «Но спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге бы все кончилось как в Харькове, как в Одессе, было бы несколько десятков убитых, обошенных, арестованных, и на этом бы все кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд, запустил я». Это сделало Гиркина героем всех фашистствующих русских патриотов, к его мнению прислушиваются очень многие на правом фланге российского общества. В какой-то момент он стал откровенно мешать Путину своим необузданным фанатизмом. И вот на днях его жена сообщила, что Игорь Иванович уже на фронте. Ну, ему там самое место. Военная разведка ВСУ предложила вознаграждение тем, кто доставит Гиргела в расположение украинских войск. Причем, даже забавно, Гиркин быстро растет в цене. С 10 тысяч до 50 тысяч вырос за пару дней. Потом еще за сутки уже до 100 тысяч. И, скорее всего, это не предел. Показатели круче, чем у биткоина в лучшие годы. Когда в России закончится нефть, она сможет им торговать. Наверное, потом выпустят какие-то акции, даже деривативы и фьючерсы для торговли на фондовой эф-бирже российских патриотов. В общем, Путин и его генералы решили заткнуть рот своим критикам не только из либерального лагеря, что они уже давно сделали, но и из лагеря о войне до победного конца. Мой прогноз состоит в том, что главный стерх решил превратиться в голубя мира и боится нападок со стороны обманутых непримиримых сторонников жесткой линии войны до победы. Поскольку эти радикалы способны взбаламутить наиболее отчаянных вояк типа Кадырова и Пригожина, а это уже чревато непредсказуемым последствием. У каждого из них в распоряжении по собственной армии порядка 20 тысяч человек. Дав для вида покритиковать генштаб и генерала, Путин все же понял, что конфликтовать с армией себе дороже. И решил, что в споре между генералами и правыми радикалами лучше занять сторону генералов, конечно. Возможно, к этому подтолкнуло блестящее выступление украинского министра обороны Алексея Резникова, который напрямую обратился к российским офицерам и генералам и сообщил, что их готовят на роль стрелочника. Путин сразу смехнул, что дело пахнет керосином, вора патриотов в деле достижения хоть какого-то перемирия, особенно с такими плохими картами, как сейчас у него, опаснее любых либералов, которые априори за мир. Таким образом, кажущаяся затишья на фронте не отражает умзание борьбы, которая, судя по всему, и происходит в окружении Путина. Путин, на мой взгляд, отчаянно ищет эмира. И это значит, что на использование ядерного оружия он не решится, мобилизация оказалась малоэффективной, и он не ждет от нее никакого качественного изменения ситуации на фронте, во всяком случае, в обозримой перспективе. Но! И здесь есть, опять-таки, есть огромное но. Если мы вернемся к ситуации с переговорами, которые проходили в конце февраля, и в начале марта, и 29 марта, напомню, была пресс-конференция двух сторон, которая проходила в турецком Стамбуле, то там были обозначены некие рамки возможного мира, или перемирия, как хотите. Но там речь шла о том, что русская армия покидает украинскую землю, ну, а тогда будут какие-то очень длительные переговоры по статусу Крыма. Ну, а судьбу Донбасса и украинский российский президент решат вместе во время своей личной встречи, или, может, в серии личных встреч. Ну, в общем-то, примерно так тогда выглядела эта ситуация, что напоминает традиционную уже израильскую схему, земли в обмен на мир. Да, Россия возвращает оккупированные земли, ну, а Украина соглашается на то, чтобы она никогда не стала членом оборонного альянса АНАТО, и обещает, что никогда не будет искать доступа к ядерному оружию, то есть сохранит навсегда свой безъядерный статус. Вот такая схема. Ну, и, в принципе, если бы не эта безумная аннексия украинских четырех областей, которую Путин объявил в конце сентября, наверное, где-то там какие-то переговоры могли бы продолжаться. И, во всяком случае, путь к переговорам был бы открытым. Это не означает, что можно было бы быстро достигнуть какого-либо соглашения, но, тем не менее, сама, пусть абсолютно теоретическая, пусть гипотетическая, какая угодно возможность переговоров и поиска решения за столом переговоров, мирного решения или дипломатического решения, как хотите, она была бы открыта. Но после того, что произошло, после аннексии украинских территорий, сама возможность, даже теоретическая возможность каких-либо переговоров, была уничтожена. И кем? Лично Путином, который, судя по всему, как раз и ищет путей мира. Но! Вот эти атаки на украинскую инфраструктуру, на мирные ГОЛА говорят о том, что поиск мира, а в лице Путина он специфический, путинский поиск мира, так называемое принуждение к миру, то есть неправильными ударами по критически важным объектам гражданской инфраструктуры сломить волю украинского народа к сопротивлению, заставить его принять те условия, которые продиктует Путин, надавить на демократически избранного президента, и таким образом Зеленский подпишет все то, что продиктует ему Путин. Но ведь это не мир, это капитуляция. А на капитуляцию украинский народ ни при каких условиях никогда не пойдет, и это означает, что и украинское военно-политическое руководство тоже никогда на это не пойдет. То есть, обратите внимание, ведь по сути Путин сам себя загнал вот в этот тупик, потому что сейчас даже теоретической возможности для достижения мира за столом переговоров нет. Ну, и каким образом будут развиваться события в этой области, сейчас говорить очень сложно. Но предполагая, что еще в арсенале российской армии достаточно много ракет и тех же самых оранских дронов, попытки сломать волю народа украинных сопротивлений будут продолжаться. И мы с вами видим, что понедельник 10 октября он был очень тяжелым для Украины, вот теперь пришел и понедельник 17 октября, и он тоже сопровождается новыми ударами. Понятно линия Путина. И хотя британские журналисты считают, что он ищет каким-то образом мир или какие-то другие журналисты, на самом деле никакого мира он не ищет. Он ищет пути к капитуляции Украины, ровно так же, как он этого хотел добиться 24 февраля. И если у него это не получилось 24 февраля, если народ Украины выстоял, ведь скоро уже будет 8 месяцев этой безжалостной, агрессивной войны, то почему народ Украины должен сломаться сейчас? Почему в мозгу у Путина вот такая абсолютно исковерканная картина мира? Если тогда, когда действительно эта война была абсолютно неожиданной, не спровоцированной, если действительно она создала очень серьезный шок в украинском обществе, и народ при этом выстоял, но явно же он выстоит и сейчас. Это очевидно всем тем, кто, ну хоть как-то, с рациональной точки зрения анализирует ситуацию. Ну, и вполне возможно, до Путина доходит сейчас и то, что случилось всего с газовым экспортом, его самой главной статьей дохода, и скоро произойдет с нефтяным экспортом. Ну, и вообще, что, что происходит с его экономикой. И, судя по всему, так называемые системные либералы, которые еще остались в руководстве российской экономикой, ну пусть не либералы, ладно, либералов он всех вычислил, хорошо, технократы. Люди, которые вне политики, которые занимаются только конкретным решением каких-то проблем. Так вот, скорее всего, нарисовали блестящие перспективы с российской экономией на следующий год. Ведь логичным следствием следующего этапа экономической войны между Западом и Россией станет, вполне вероятно, закрытие датских и турецких проливов для прохода танкеров с российской нефтью. А через порты Приморска, Услаги и Услуги и Новороссийска проходит 80% экспорта российской нефти. Если Запад на это пойдет, то крах российской экономики будет практически мгновенным. Ведь ни дружба, ни дальневосточный трубопровод ВСТО, ни железная дорога не смогут компенсировать потерю Балтийского и Черноморского направлений нефтяного экспорта. Да и, собственно говоря, уже с конца января этот экспорт Западной Европе, или точнее Европе в целом, уже будет просто не нужен. Похоже, что еще в этом году россияне оставят правый берег Днепра и ВСУ возьмет Сватова. Может быть, это произойдет даже намного ранее, в течение ближайших недель. И вот это радикально изменит ход войны. Не с точки зрения военно-стратегической, а с точки зрения военно-политической, психологии войны. В этих условиях возможный мир уже даже в путинских планах не будет таким почетным, как ему бы хотелось. Максимум, на что он может рассчитывать, о чем он может мечтать, Так это только на перемирие, при неразначении по состоянию на 23 февраля. И то это не факт, потому что народ Украины заявляет о том, что он хочет возвращения всех своих земель. То есть выход на границу 1991 года. Это означает и возвращение Крыма, и возвращение Донбасса. И это показывает опросы общественного мнения, которые постоянно проводятся в Украине. Сейчас уже 90% жителей Украины считают, что добиваться нужно именно этого. И ни одно украинское правительство не сможет пойти по другому пути. Смотрел я на днях путинскую пресс-конференцию в Астане. 14 октября я видел, что он уже полностью утратил весь свой кураж. И выглядел уже совсем не так, как выглядел в конце февраля, начале марта, когда рассказывал про наркоманов в Киеве. Ну а теперь он говорит так. Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. И ни слова про его любимую деноцификацию. Судя по всему, катали сивку крутые горки. Устал он уже от своей затеи, совершенно безумный. Не видит он никакого хорошего для себя выхода из того тупика, в который загнали его немеренные великодержавные амбиции. Вспоминается, как в ноябре 2016 года Путин во время общения с юными географами проверял их знания. На один из вопросов президент РФ ответил сам. Цитирую. Границы России нигде не заканчиваются. Во как! Теперь Украина убеждает его в обратном. И вполне успешно. Как говорили римляне, Сик Транзит, Глория, Амунди. И в этом контексте есть ли возможность для смены караула в Кремле? Ну, конечно же, и есть. И об этом говорит весь опыт уже русской истории. Можно вспоминать проигранные войны. Можно обратиться и к Крымской войне середины 19 века, которая изменила ход российской истории. И вот тогда уже пришедший к власти молодой царь Александр II пошел на те реформы, которые, казалось, совсем недавно были абсолютно невозможны. Отмена крепостного права, ведение земства. То есть целый пакет либеральных реформ. Ведение суда присяжных поверенных. Все то, что характерно для тогдашнего цивилизованного общества 19 века. Это результат проигранной Крымской войны. Можно вернуться к другой войне. Войне с Японией. Это 1904 год. Война эта была проиграна вчистую. И вот тогда Николай II вынужден был пойти на новые либеральные реформы. Создание парламента под названием Дума. Разрешение партийной деятельности. Появились первые партии. Появились первые либеральные газеты, которые могли критиковать правительство. То есть, опять-таки, проигранная война заставила российскую элиту пойти на, казалось бы, до этого немыслимые, абсолютно непопулярные шаги. Ну вот, каким образом проигранные войны меняют политический ландшафт России. И самое главное, меняют траекторию движения российского общества. А вот выигранные войны, вот они закрепляют тогда самые худшие черты российской государственной системы, как, допустим, выигранные войны императрицы Катерины II сделали монархию абсолютистской и, в общем-то, распространяли крепостное право на те области Российской империи, где до сих пор его и не было. А выигранная война с французами 1812-1815 годов, она укрепила крепостное право и сделала ему путевку в жизнь еще до реформ Александра II. И если эта война будет проигранной, то она будет проиграна к радости и счастью большей части российского общества, потому что вот эта война, если она будет проиграна, а она будет проиграна, она сможет изменить траекторию движения России, которую задал Путин и команда в начале 2000-х годов. И страны реакционной, клирикальной, по сути, уже превратившейся в фашистскую тоталитарную державу, она снова вернется к тому пути, который был намечен ранее, в 1991 году. И для этого есть все сейчас возможности. Но, опять-таки, это пока некий теоретический разговор, а практически все решается на поле боя. На этом, дорогие друзья, я остановлюсь. Подошло время нашего небольшого перерыва в середине часа. Напомню, наш телефон в эфире 718-303-90-90. 718-303-90-90. Уходим на перерыв.